Привет всем, с вами Борис Пятников. Мы сегодня опять на нашей стройплощадке и мы продолжаем заливку сваек. Заливаются сваи бетоном и вы видите, прямо сейчас это происходит. Машину с цементом мы подогнали прямо вниз, в место, где мы открывали, в котлован. И заливают сваи прямо сейчас с машины на место. Сваи заливаются из бетона и в них вставляется один кусок арматуры М20. Посмотрите, они сейчас вставляют арматуру и, в принципе, утапливают ее вглубь. Арматура, в принципе, должна торчать, крюк должен торчать около 18 инч над сваей. Но так как эти сваи, они для столбов, они не для самого дома, они полностью утапливают этот крюк в бетон, чтобы он не мешал нам в будущем ставить столбы прямо на эти сваи. Заливка сваи очень естественная работа. Очень важно залить правильно и дать правильный уровень по высоте сваи. Если мы не дольем, придется прибавлять, это будет очень неудобно, потому что мы не хотим иметь два разных бетона, которые будут между собой иметь какую-то прослойку или какую-то остановку. А если он будет слишком высокий, то рабочим придется срезать сваю и приводить ее к более правильному, к нижнему уровню. Поэтому делается все, старается все правильно с первого раза, в правильную высоту, в правильный уровень. Для этого у них есть лазер, которым они пользуются, чтобы отвергать правильно. Вот здесь нужно дойти сваи. Вокруг сваи вы видите, что строится специальная такая картонная коробка, это в принципе трубы, они называются сонотюб, они из картона. И причина, по которой мы ставим на сваи, это как в этом случае мы должны поднять сваю в высшем уровне земли. Для этого мы наращиваем на определенный уровень, который нам нужен для этой сваи, эту картонную коробку, называется сонотюб, заливается свая под правильный уровень. А в будущем, когда бетон засохнет, эту картонку коробку просто снимут, разрежут этот картон и будет открыта свая. А сейчас вы можете видеть прямо как вставляет железо, так как мы должны усилить бетон с железом, вы видите, как вставляет железо. И как я уже говорил, эти две определенные сваи, они будут для столбов, для того, чтобы держать столбы, которые будут держать болтом второго этажа. И поэтому сприты они утапливают полностью под бетон. На следующих сваях вы увидите, что ключи будут отчать выше уровня бетона. Вы можете обратить внимание, что у нас есть два вида разных сваи. У нас есть свая, которая сочетает над уровнем земли, вы видите, с картонной коробкой сонотюб вокруг нее. И вы видите, что сейчас заливаются другие сваи, которые находятся под уровнем земли. Причина для этого, так как у нас эта часть бейсмента, она будет вокруг бейсмент, у нас будет, в принципе, такая бетонная балка, которая будет находиться под уровнем земли, чтобы позволить выход, спокойный выход из бейсмента прямо на улице. Поэтому эти сваи, они уже более сложные, они заливаются ниже уровня земли, Ребята с помощью лазеря, который находится прямо вот здесь. То есть в лазере у них такая палка в руках, что они замеряют глубину этих свай. Они замеряют, чтобы сваи были в правильной глубине под землей. После этого, когда уже бетон засохнут и когда можно продолжать работать, приэкскаватор выроет здесь еще одну траншею такую, чтобы был доступ прямой к сваям. И там ребята будут строить бетонные балки прямо на этих сваях. Но на данный момент им нужно залить их правильно, в правильной высоте, несмотря на то, что это находится под уровнем земли. Хочу дать вам один совет, как сэкономить деньги на этом этапе стройки. Как я обещал вам, я буду стараться давать вам советы, как правильно это все делать, свой опыт, а и как можно экономить деньги, где это не мешает, никак не влияет на качество строительства, но тем самым дает нам возможность экономить какие-то деньги, которые в конце концов, в конце стройки превратятся в большие суммы. В этом случае мы привели грузовик с бетоном прямо вниз в наш котлован. Водители не любят этого делать, он пытался отмазаться и сказать, что он не хочет спускаться, и он просил, чтобы мы привели ему насос, который будет качать бетон прямо в эти сваи. Насос можно привезти, но в этом случае никакого смысла привезти насос. Земля грунт очень сухой, почва сухая, очень хорошая рампа, где можно подняться и спуститься, и поэтому никакого смысла в насосе нет. Водителям грузовика, конечно, будет легче с насосом, но на этом и так меня интересует наша выгода и качество строительства, так как тот факт, что он спускается вниз, никак не влияет в плохом виде на качество строительства. Мы попросили его, чтобы он спустился вниз, и чтобы заливал бетон в сваи прямо напрямую с грузовика, что в принципе он делает сейчас. Как вы видите, грузовики спускаются вниз, как мы и сказали. Мы попросили у них спуститься вниз, и хоть они не очень хотели, но они пошли на это. И тем самым, что мы спускаем их вниз и не заказываем насос сегодня, мы экономим около 1000 долларов. Только на том факте, что они спускаются вниз. Экономим в 1000 долларов без того, что мы влияем как-то в плохую сторону на качество здания, по-моему, очень неплохо. На этом этапе и экономим на каждом этапе несколько тысяч долларов. В конце концов, это придет к большим-большим экономим на основном эти проекты. Работа почти закончена. Ребята уже заканчивают последние сваи. Все убирают и заканчивают на сегодня. Сваи залиты. Вот то, что я говорил вам. Видите, крюки из каждой сваи торчат вверх. Это металлические крюки, это арматура. Когда на этих сваях будет строиться стена, эта арматура будет заходить в стену и связываться с той арматурой, которая находится в стене. Так, в принципе, стена сидит очень сильно на сваях, и связана эта арматура вместе с ними, чтобы никуда не могла сместиться с этих свай. На сегодня это все. Мы увидели, как были залиты только сейчас сваи. Мы будем продолжать в следующих сериях, в следующих видеороликах показывать вам строительство этого дома в Виннипеге. А вы, как я говорил в предыдущих видео, можете нажимать на кнопочку subscribe, подписываться на канал. Вы можете также нажимать на кнопочку колокольчика, чтобы получать сообщение. Когда выходит новое видео, мы будем продолжать делать видео в каждом этапе этой стройки. Чтобы у вас было возможно посмотреть, как полностью строится дом в Виннипеге сначала до конца. До новых встреч, пока!